Я полетел в Данию посмотреть мажор и заодно записать вашу любимую рубрику Обзор киберклубов по всему миру Сегодня мы посмотрим заведение, где час может стоить 300 рублей, 400 или даже 600 Но давайте немного лайва Сейчас я впервые вам покажу, как я выбираю клуб на обзор Я ни с кем не договариваюсь, просто прихожу и снимаю Никто не успевает даже подготовиться Все получается по-настоящему Если тебе нравится такой контент, спасибо за 15 тысяч лайков А через 3 недели я опубликую обзор нашего второго киберклуба Сабершок Лайт Который вот-вот откроется в Тбилиси Ой, как я жду этот момент Ну что ж, давайте попробуем с первого слова такое Сайберклуб Я не подозреваю, есть ли хоть один Так, мы это сделали и пока что Ладно, Сайберклуб, давайте Копенгаген Арена Сайберклуб, что это такое? Это какие-то турниры Это не оно Давайте еще один запрос Гейминг лаунж Гейминг тайм О, наконец-то, все, да, нашли клуб Так, первый у нас есть Второй тоже у нас есть Идеально Третий Супер, супер, отлично Даже смотреть не буду, точно едем Копенгаген Еспорт Клаб Это у нас четвертый Астралис Нексус Так, это просто идеально Это просто идеально В Астралис поедем Слушайте, ребятки Мы едем в гейм тайм Спейс гейминг Летс плей Копенгаген Еспорт плей Клаб И Астралис Нексус Все, давайте Собираем вещички И поехали Сейчас я на такси подорочу Евро 300 Очень дорогой такси Очень дорогой город Очень Ребят, мы зашли в этот клуб И Нам сказали, типа Надо позвонить менеджеру Спросить, можно снимать или нет Позвонили менеджеру Я с ним общаюсь Говорю, кто я такой И он в итоге говорит, что Сюда приезжали BBC Я всем отказываю Никому не решаю здесь снимать Это тип защиты наших клиентов И так далее Но не все так загадочно На самом-то деле Мы узнали причину Почему нам отказались Снимать в этом клубе Но об этом через 10 минут Так что вот фотки Как это выглядит В целом обычный клуб Рублей на 30-40 в час Поэтому давайте поедем другой Ребята сами отказались Не знаю Ну окей Это их право Это их клуб Это скейтерский какой-то парк Много людей Красивенько Очень тихо Прям хорошо Хороший район выбрали Давайте посмотрим Какой тут клуб Копенгаген и Спортс Клаб Я заранее буду фоткать помещение Потому что я уже учусь на ошибках Очень грустно Если нас будет отшивать везде Будет грустно Мы обошли всю эту улицу Весь райончик Нашли вроде входа Но он закрыт Сегодня пасхальное воскресенье Нам не везет в Данию Ну что ж Поехали на третий клуб Это ура Потому что мы нашли клуб Который работает И который нас не отшил Они разрешили нам поснимать Ну что ж Клуб называется Let's play Кстати я очень хочу отметить То что здесь очень много людей Прям очень Мне тут очень некомфортно снимать Потому что я понимаю То что в Европе Не любят когда их снимают Окей Давайте посмотрим мой рабочий стол Мы забронировали уже один По нашим стандартам В СНГ это должно стоить Около 70 рублей Смотрите какой здесь ужас творится Клавиатура полностью в пыли Она никогда здесь не убиралась Как будто с первого дня открытия Коврик только что Здесь сидел какой-то мужичок Кушал чипсы Нет Не мужичок сидел Тут сидел Мужиков 40 После них никто это не убирал Мышка заляпанная Вся в жире Поцарапанная Брэд называется Форзе Не знал что ребята из Форз Делают бренд девайсов Кнопка отлипает Она хочет вылезти отсюда По наушникам я их не буду надевать Они все в жире И в пыли В крошках и так далее Так смотрите Тут ко мне относились хорошо То есть Разрешили поснимать Но я не могу говорить Что здесь все хорошо Поэтому может быть это грубо Но как есть Десятый компьютер Здесь их 120 120 компьютеров Калатуры живая Если не учитывать то что А нет Тут какая-то слизь Ладно Ладно Забыли Все забыли Наша задача это поиграть в КС Посмотреть какой здесь будет ФПС Монитор кстати Айсер По ощущениям По гирсовке 144 240 Молодцы Видеокарта здесь тоже неплохая В целом Ладно Я поднимаю прайс Я бы заплатил За час Рублей 100 По креслам Это тоже Форзе Непонятно что это такое Наверное какой-то Датский бренд 24 кроны 24 в рубле 321 рубль Кто сможет Тут открыть клуб По нашей франжизе Напишите мне пожалуйста Сегодня же Пожалуйста Это очень дорого В Денмарке или в дюймах? Это как Медиум Прежде чем мы были Геймтайм Вау О господи Вы только посмотрите на это Только посмотрите Стокгольм 11 пинг 16 18 23 23. Даже в США пинг будет 90, и только в Портленде 160, ну и, как обычно, Алматы 115. Очень-очень приятный пинг. Где может быть лучше? Ну, наверное, в Германии только. Столик, кстати говоря, ну, он мог бы быть чуть шире, но по высоте он окей. Ну, в целом, придираться не буду, нормально. Очень пыльные компьютеры. Так, ну что ж, проверим, как здесь работает КС. Здесь отсутствует этот лак. Я чувствую вот эту плавность. Наверное, это из-за пинга, но картинка очень плавная. А в ФФС у нас какой? 150, что ли? 180. Ну, это у нас на 20 человек. Ну, я чувствую плавность. То есть, он хоть и маленький, но как будто я не могу жаловаться на это. Играешь в КС и хочешь стрелять лучше? Играя много каток подряд, да, прогресс будет, но если ты начнешь разминаться перед играми, то твой импрув будет в разы быстрее. Глянь на Робса. Он перед каждым матчем на мажоре тренировался у нас на десматче. У нас можно еще играть быстрый матчмейкинг, называется ретейк, где заранее поставлена бомба и твоя задача разыграть раунд или сделать заход на плент. Или играть один на один с другом на дуэли. Такое до сих пор можно сыграть только у нас на Сайпершоке. Онлайн это доказывает. Наш проект абсолютно бесплатный, поэтому не затягивай. Я развиваю нашу СНГ сцену, становись лучше и пробираюсь в киберспорт. Сейчас рынок самый насыщенный. Можно залетать. Развивайтесь. Я понял, что здесь цена 320 рублей, но давайте посмотрим, что может быть дороже в этом клубе. Это VIP. Так, справа от нас находятся PlayStation комнаты. Точнее, не комнаты, это Open Space. Но в целом это очень необычно. Выглядит как кинотеатр. А сейчас нас ведут бить, либо показывать VIP комнату. Здесь уже есть граффити. Кстати, забрендировано под Red Bull. Так, получается, здесь тоже много людей. Но здесь нет ничего похожего на VIP на самом деле. То есть все то же самое. Такое же расстояние от компьютера до компьютера. Те же наушники, те же мониторы. Кресла здесь, кстати, все разные. Ненавижу такие моменты. Здесь какое-то офисное кресло, здесь игровое. What is difference with VIP and standard? The machines. Machines. Space. Space. Nice level. If you're concerned about the games, you know? Yeah. Я сейчас немножечко офигел от цены. Один час PlayStation стоит 25 крон. Но это один джойстик. То есть если вы придете с другом, как это обычно бывает, поиграть в FIFA, вы будете платить 500 рублей в час в таких условиях. Там какой-то сервер очень громкий. И, ну, не скажу то, что прям условия супер кайф. Опять же, ребят, клуб в целом для Дании неплохой. И здесь мне нравится администрация, очень приятная. Но я просто оцениваю как есть. То есть я не могу наговаривать то, что здесь все классно. Может быть кажется то, что я сейчас грублю и так далее, но я просто вижу, что... Я просто говорю то, что я вижу. Вот. Тут реально вот по стаканикам просто какая-то пыль, какие-то крошки, какие-то там целлофаны, пакеты остались. Вот. Ребята за этим не ухаживают, к сожалению. Мне еще не сказали, почему такие высокие прайсы. Цены такие, потому что они платят около 50% налогов. Не просто с прибыли, а с доходов. То есть заработали 1000 долларов, 500 долларов просто в государство. И они потом уже делят 500 долларов среди своих учредителей. Ужасно, ужасно дорого. Но как бы это ни было, тут есть свои снеки, своя пицца, свои круассанчики, выпечка. За это им респект. Я боюсь узнать, сколько это все стоит. Это 35 и 45 выпечка стоит. Ну, короче, по 300-400 рублей примерно все это дело стоит. Следующий клуб называется Space Gaming. Тут у нас CSGO, League of Legends, Red Bull и... Господи, что за ужас. Ладно, нужно позвонить. Так, наверное, надо спрятать сейчас камеру, ребят. Потому что они испугаются. Окей, нам разрешили снимать, поэтому давайте посмотрим, что у нас тут есть. Кресло, когр. Так, мышка без коврика. Блин, ну как можно такие клубы содержать? Опять же, я могу казаться... Ну, владельцы клуба сейчас посмотрят этот ролик, потому что они всегда спрашивают, на какой канал вы это снимаете. Ну, камон, ну что это такое? Ну, что вот это такое? Ну, в плане, я вот владелец клуба, я прихожу в свое место, где я плачу зарплаты людям и плачу налоги, огромные суммы. То я прихожу и вот вижу вот это. Ну, просто вопрос. Ну, неужели это у Керни? Ну, весь монитор заляпан, наушники, ну, как будто их кушала собака сегодня. Коврика нет, клавиатура пыльная с 2003 года. Компьютеры, ну, визуально, ну, они очень слабенькие. Ну, я даже не буду ничего проверять, если честно, не хочется. Стоул, гранит, охрененно. Ладно, стоул ДСП. Че я могу сказать? Кресло живое, но следующее отличается. Если это стоит 20 рублей, я пойму. Но это будет стоить сейчас около 3 долларов за час, вы понимаете? Почему ты используешь ринг, чтобы открыть дверь? Потому что ты не знаешь, кто входит. Потому что эта территория немного тяжелая, ты знаешь? Криминал? Да. Привет, в Денмарке? Просто вчера в одной, как в этой городе, в гейминг-центре, где было шоу, где было... Найф? Да, найф. Мы закрыли дверь и все, чтобы все в порядке. Вау. А потом мы поняли, о чем речь. Оказывается, у самого первого клуба, GameTime, случилась какая-то поножовщина. И, видимо, поэтому нам и запретили там снимать. Не хотели лишней прессы. Мы сейчас находимся, оказывается, на окраине. Хотя выглядит все это не так. Очень красиво, аккуратно, как во всей Европе. Молодцы. А вот то, что здесь есть проблемы с криминалом, для меня это был прям шок. Red Bull, как я понимаю, спонсирует здесь каждый клуб, который вообще существует. Что я могу сказать? Сейчас остается самый интересный клуб для нас. Это Astralis. Все говорили, что это самый дорогой клуб, который есть в Дании. И мне очень интересно, чистят ли там клавиатуры. Если нет, то я просто оху... О, надеюсь, что такого не будет. О, Лискин с день рождения. Проекту уже 7 лет. В честь этого Лискин запускает ивент с раздачей подарков на более чем 1 миллион рублей. В течение апреля заходи на сайт, делай депозит или продавай скины и получай один билет за каждый потраченный доллар на сайте. Чем больше билетов, тем больше шансов выиграть один из более чем 500 крутых подарков. Переходи по моей ссылке и получи 50 билетов на счет для участия в конкурсе с призовым фондом более миллиона рублей. Ссылка в описании. Окей, ребята, у меня есть хорошие новости. Мы нашли то, что нам нужно. Это Astralis Nexus. Я знал, что это будет хорошо, но не настолько. Мы не были еще в Gaming Hub, но в магазине там очень много сюрпризов. Начиная с мерча и заканчивая человеком, который находится там. Мы находимся в 10 минутах от клуба, где мы были только что. И это уже не пригород, это уже не Criminal. И здесь все очень красиво, дорого-богато. Настоящая Европа, как она должна и быть. А Red Bull опять. То есть Red Bull здесь фонсирует все, что видит. Это очень здорово. Так, мы заходим, и тут огромнейший магазин мерча Astralis. Слева каким-то образом нам попалось так, что Зоник отдает интервью. Он сейчас тренирует Falcons всю прошлую жизнь, как будто тренировал датской командой. Вроде бы так. В футболочке написано Jersey Kids 500 Kron. Кубки, кубки Astralis. Это Facet Major и E-League CS GO 2018. Еще один ESL, EKS Masters и три Blast. Какие же красивые Blast. Очень интересно. Красиво, блин. Молодцы. Это у нас Intel Extreme Masters. Это красота. Это настоящая красота. И здесь какие-то росписи, какие-то футболочки, джерси, ребяточек. Streaming Hub тут есть. Такая красота, такая красота. Я то, что сейчас вижу, это уровень премиальных клубов. Очень дорого и красиво. Там девайс Logitech последнего поколения. Все Superlight 2 и розовое. Это очень красиво и дорого-богато. Ладно, давайте подниматься. Посмотрите, как красиво выглядят их логотипы здесь. Очень величественная выглядит вся эта история. Смокинг терраса. Как красиво здесь, а? Очень красиво. Смотрите, Red Bull даже здесь. Они спонсируют не только клубы, но еще и террасы. Это просто вау. Так, давайте пройдемся. И вот, наконец-то, Киберклуб. Слушайте, ребят, это прям удивление, что такое есть здание. Как будто это не здесь. Secret Lab, Titan. Одни из лучших кресел, которые есть на рынке. Но... Господи, посмотрите на этот коврик. Он в гребанных крошках. Камон, ребята, остраясь. Чего вы делаете? Коврик из-за того, остраясь в коллаборации с Logitech. Вау. Тут написано, что это компьютер забронирован Джонсом. И его букинг начнется в 17.30. Я впервые такое вижу. Оказывается, такое возможно. Давайте пойдем дальше. Люди играют в КС. Мне все нравится. Тут очень, кстати, тихо. Хотя людей много. То есть европейцы у нас аккуратненькие в этом плане. Я сейчас хочу узнать прайсы. О, это випки. Посмотри, это випки. Но в целом, как будто есть за что платить. Потому что ты, во-первых, в комнате. Во-вторых, эта комната выглядит очень приятно. И в-третьих, здесь меньше людей. G403 Hero. Клавитуры G-Proshka. Монитор Omen. Скорее всего, 240 Гц. А, давайте проверим. 240 Гц, да. Смотрите, тут даже каждому компьютеру дается камера с тримкам от Logitech. Это очень серьезный уровень. Она дорогая на самом деле. Кстати, не могу сказать, что она хорошая. Очень классная. Вот я сейчас сижу и думаю, насколько все-таки я их недооценил. Молодцы. Я хочу еще, я хочу еще посмотреть. Это лучший кейс, как можно сделать спонсорский клуб для организации. Но я на всю жизнь запомнил, что Red Bull, Logitech и Secret Lab спонсоры Astralis. Ну, на всю жизнь. Мне понадобилось пять минут побыть в клубе. Посмотрите, они как постарались даже вот над этим. Просто стеночка, но видя вырезок логотипов Astralis. О, кстати, можно забронировать комнату просто через QR-код. Ну, давайте. Я не могу забронировать в марте. Что за бред? Я могу только в апреле поиграть? Тысяча. Один час, тысяча крон. Они издеваются? Тысяча. Вторая вся комната. А, вся комната тысяча крон, ты думаешь? А, ну да, VIP-рум, да-да, тысяча крон. То есть, 26 апреля могу только. То есть, месяц она будет занята? Уже забронирована? Какая-то, сай, самосненько про прайсис. Так, по идее, здесь у них только две выпечки. Я думал, тут кухня, на самом деле. Снеки, Red Bull и так далее. And I can order, and your service will bring here. Yeah. Can I eat here? Yeah, you just eat by the pizzi's. You clean all the stations once they're done use. Oh, really? Ну, пиво есть. Пиво очень много. Здесь очень любят пиво. Я, на самом деле, приятно удивлен тем, что сегодня увидел. Во-первых, я был расстроен, что в Дане все очень плохо по кибер-клубам, но был шокирован тем, что они все были заняты людьми. Очень много спроса. И как будто здесь должно быть больше заведений. Astralis меня удивили своей дороговизной, своим подходом и тем, что у них вообще есть. Я, правда, думал, что в Дании, в Европе люди не понимают, что такое кибер-клубы. Но здесь все это исправили. Они понимают, что рынок требует. Если забыть, что это очень дорого, то это шикарное место, чтобы прийти поиграть и покайфовать с друзьями. Ну, тем более, тут есть какие-то геймпассы, которые дают возможность за копейки играть в течение месяца. Окей, ребят, спасибо большое всем за просмотр. Ждите ролик про мой кибер-клуб, про второй открытый в городе Тбилиси, в Сайбершок, уже через 2-3 недели. Прощаюсь, до следующего ролика. Пока. Субтитры подогнал «Симон»